Здравствуйте, дорогие друзья, это Максим Шевченко. В то время как наша страна и все страны борются с ковидом, и это правильно, это бороться со всеми тяжелыми заболеваниями, создается ощущение, что, по крайней мере, в России другие тяжелые заболевания, онкологические или связанные с болезнью сердца или мозга, то, что всегда является фоном человеческой жизни, и, к сожалению, независимо от эпидемии, является фоном очень высокой смертности, слегка подзабыты. Вот пока мы там с вами боремся с НАТО и все остальное делаем, у нас, как всегда, проводится очередная оптимизация здравоохранения. А так как все такие вещи, как правило, чиновники любят проводить в тишине информационной такой, знаете ли, тени, чтобы никто это не обсуждал, то мы решили все-таки это обсудить, и я пригласил в эфир Полину Габай, вице-президента фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», для того, чтобы Полина рассказала нам о том, как сейчас проводится в интересах бюджета очередная оптимизация здравоохранения, и что от этого ждать гражданам России и всем, кто хотел бы быть здоровыми и, к сожалению, тем, кто перенес, либо борется сейчас с онкозаболеваниями, с раком. Полина, здравствуйте. Добрый день, Максим Леонардович. Да, тема всегда непростая, тема тяжелая, потому что речь идет о жизни людей, и все-таки нам об этом приходится говорить. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с онкобольными, что сейчас происходит в этой важнейшей для нас сфере? Сейчас происходит колоссальная реформа, вы абсолютно правильно сказали, и с 1 января данного года вступил в силу новый порядок оказания онкологической помощи в Российской Федерации. Принятие этого порядка проходило с боем, и несколько лет и пациентское, и медицинское профессиональное сообщество были против данного приказа, потому что он революционно ломает всю существующую многолетнюю систему оказания онкологической помощи. Я расскажу сейчас о нюансах. Изначально просто говорю о том, что принятие приказа, оно было не просто так. Начиная с 2020 года было колоссальное количество жалоб и в Генеральную прокуратуру, и в Минздрав, и в Росздравнадзор, и в правительство, и куда только люди не жаловались, понимая, что вступление в силу данного приказа, оно выкинет за борт колоссальное количество медицинских организаций и врачей, коллективов, работающих в этой сфере. То есть те, кто годами оказывает онкологическую помощь. А вместе с этими медорганизациями, соответственно, у пациентов оказывается намного меньше вариантов и возможности получить онкологическую помощь. Но, несмотря на все жалобы и активное внимание к этому приказу правительства Российской Федерации, тем не менее, наш регулятор, я говорю сейчас о Минздраве России, принимает данный приказ. Был он принят практически год назад, весной 2021 года, и после его принятия началась вторая волна жуткого недовольства. Данное недовольство дошло до вице-премьера, до Татьяны Алексеевны Голиковой, которая велела Минздраву разобраться, потому что регионы были недовольны, регионы, пациенты и профессиональное медицинское сообщество. И попечительский совет при Голиковой провел обсуждение данного приказа. И была рекомендация спущена вниз Минздраву для того, чтобы была собрана рабочая группа, и приказ был обсужден еще раз. И произошла ситуация, которая абсолютно казусная и нелогичная, которую никто не мог ожидать, что по факту Минздрав ослушался вице-премьера, и рабочая группа не была создана. И дальше дело дошло до того, что в начале декабря Татьяна Алексеевна издала уже поручение и фактически вернула приказ обратно в Минздрав с требованием внести в него кардинальные изменения до 20 декабря 2021 года. Но, к удивлению многих, этого не произошло, и приказ вступил в силу в той редакции, в которой он был принят изначально. Что будет дальше, честно говоря, не очень понятно, потому что сейчас нам, например, как фонду, приходит огромное количество жалоб со стороны пациентов, со стороны коллективов, которые по факту лишены возможности работать сейчас в этой сфере. Такого еще не было, чтобы высшего органа исполнителей власти кто-то ослушался, но это выходит за рамки вообще всех. А что происходит-то, Полина? Расскажите вот суть этого оптимизации. Мы уже привыкли к разным злодейским действиям, которые в интересах бюджета и не в интересах граждан. Вот сейчас в чем суть, как пострадают онкобольные? Онкобольные пострадают, во-первых, от того, что они фактически привязаны к своему региону, и возможности выбора медицинской организации и врача, как у пациента, и есть согласно федеральному закону, данный приказ фактически лишает пациента данного права. Секундочку, секундочку, я хочу уточнить, чтобы у меня в голове это не укладывается. То есть если человек, не дай бог, заболел во Владимирской области, он уже теперь не может поехать на Каширку в Москву лечиться? Он должен идти к своему врачу в Владимирской области? Пациент должен лечиться по месту своего жительства, потому что теперь регионы должны принимать приказы о маршрутизации пациента, в котором пациент фактически привязывается не только даже к региону, а к конкретной медицинской организации в рамках своего региона. И только при определенных случаях, сложенных случаях, пациент может быть направлен за пределы региона, притом не просто за пределы региона, а тоже в конкретной организации, включенной в этот перечень маршрутизации. Поэтому пациент де юра, у него право выбора медицинской организации сохранено, потому что это прописано в федеральном законе. Но при этом то, как сейчас это происходит, то, как принят этот новый приказ, он фактически лишает пациентов права выбора. Я могу сказать, что и до принятия этого приказа пациентам было достаточно сложно выбраться за пределы своего региона, потому что регионы неохотно направляли пациента в другие регионы. Пациент уходит, а вместе с пациентом уходит и финансирование. Поэтому и раньше у пациентов были сложности. Но с учетом того, что медицинская помощь, как мы понимаем, в регионах Российской Федерации все-таки не сформирована в ровной мере. И та помощь, которая оказывается в крупных городах, то качество помощи, которое мы знаем в Москве, в Питере и в иных регионах, к сожалению, качество, мягко говоря, неоднородно. Но это если мы говорим только об одной части, о маршрутизации. Но ситуация, к сожалению, не только проблема в этом, а в том, что приказ фактически отбрасывает оказание онкологической помощи и ее систему на период 20 лет назад, когда помощь оказывалась исключительно в онкослужбе, то есть в онкодиспансерах, в онкобольницах и в крупных федеральных онкологических центрах. Но за эти годы, с учетом того количества онкологических пациентов, которые, к сожалению, есть в Российской Федерации, оказание онкологической помощи вышло за пределы онкослужбы. Ее смогли оказывать в общегородской сети, в общепрофильных медицинских организациях, в эндокринологических центрах, в офтальмологических центрах. И сейчас данные коллективы, которые оказывали уже десятилетиями помощь онкологическим пациентам, с учетом новых критериев этого приказа, лишены данной возможности. Поэтому мы здесь говорим о разных гранях, и те коллективы, которые учились много лет сейчас, вливались в оказание онкопомощи, вкладывались средства большие в оборудование, в оснащение этих центров, а пациенты имели возможность выбора, прийти в эндокринологический центр, прийти в офтальмологический центр, в общихирургический, в коллапрактологический. И медицинская помощь онкобольным оказывалась не только в онкослужбе. Сейчас новый приказ всех заводит обратно, исключительно в онкосеть, сужая фактически возможности пациентов, ну где-то на 50%. А зачем это делается? Какой смысл этого достаточно жуткого вот так вот на слух мероприятия? Ну, по всей видимости, здесь вопрос в двух причинах. Первая причина – это финансирование, потому что финансирование расползается вместе с онкологическими пациентами, и онкопациенты, уходя из онкосети, и посещая не только чисто онкосеть, вместе с ними уходит и финансирование, и оно неконтролируемое. Второй момент – это то, что онкологические учреждения, чисто онкосеть, она не выдерживает последние годы конкуренции с иными непрофильными организациями, но которые оказывали и оказывают онкологическую помощь. Потому что многие эндокринологи, хирурги, врачи и иных специальностей, они научились и хорошо оказывают онкологическую помощь. Поэтому пациенты стали разбредаться вне онкосети. И многие об этом говорили, понимая, что на самом деле приказ, он связан в том числе и с этим. И буквально недавно главный онколог в интервью РБК вдруг, когда никто вообще не ожидал от них этого признания, наоборот, они отпирались и говорили о том, что это ни в коей мере не ввиду конкуренции. А кто это главный онколог? Главный онколог Каприн. Их два главных онколога. Сейчас я говорю об одном из них. Это Андрей Дмитриевич Каприн. И в интервью РБК он действительно говорит о том, что в онкологических учреждениях многие отделения, он там приводит даже в пример отделения опухолей головы и шеи, было вынуждено закрыться, потому что пациенты ходят в эндокринологические центры, в другие центры, в которых им тоже оказывается онкологическая помощь. При этом все это время данная реформа прикрывалась совершенно иными такими как бы благими намерениями. Говорили о том, что просто помощь в иных учреждениях оказывается не так качественно. И разработчики данного приказа ссылались на то, что был приведен некий аудит, который доказал, что помощь вне онкологической сети, оказывалось просто не того качества. Хотя данного аудита никто никогда, к сожалению, не видел. И прикрытие данным аудитом, оно было абсолютно нерепрезентативно. Тем более, что разработчики данного приказа, это и федеральные онкоцентры, и Мездрав тот же самый, так они просто неуполномочены проводить данный вид аудит, потому что нужна специальная аккредитация. Но все время прикрывались благими намерениями. А теперь, когда вышел приказ, главный онколог наконец-то сказал, что, в общем-то, вопрос не только, наверное, в качестве, но и в том, что пациенты стали уходить. И онкоцентры... То есть, Полина, я хочу уточнить, у меня не укладывается в голове. То есть проблема в деньгах, то есть проблема в том, что помощь стала лучше, оказывается онкобольным, а это миллионы людей, миллионы, к сожалению, людей. Миллионы, да. Во всей стране, да. Наверное, нет семьи, в которой не было бы случая онкозаболевания, дай бог, чтобы их вообще не было, таких семей. Но, к сожалению, вот у меня в семье было такое, наверное, у каждого где-то, или знакомые там, то есть это где-то рядом всегда. И так как они стали расходиться и уменьшаться стали доходы тех, кто сидит на этой помощи, они решили всех опять согнать как стадо и зарабатывать на этом опять большие деньги. И деньги являются причиной того, что фактически на наших глазах уничтожается система, которая сама развилась каким-то образом за счет качества врачей, оказания услуг, система помощи больным ракам. Правильно? Абсолютно верно. Она развивалась эволюционно, потому что онкопациентов было очень много. И на период 20-летней давности онкологическая служба не могла справиться, потому что наплыв пациентов был такой огромный, что многие пациенты, к сожалению, вообще не могли дождаться своей очереди. Потому что запись была в онкоцентр на несколько месяцев. Люди не могли получить эту помощь. И потом онкопомощь начала развиваться. Подсоединились иные коллективы, иных хирургов, иных врачей. Ну а теперь фактически у них эти все объемы забирают. Их обвинили в том, что они некачественно оказывают онкологическую помощь. Фактически лишили возможности и врачей работать, пациентов обращаться к данным врачам. Всех загоняют обратно в такое вот узкое горлышко. Притом прикрытие идет ввиду того, чтобы помощь оказывалась максимально качественной. Хотя никакого репрезентативного анализа, который бы доказывал, что помощь за пределами онкосети оказывается некачественной, такого анализа никто не проводил. К сожалению, прогнозов, как будет сейчас происходить оказание онкопомощи, тоже никто полноценно не провел. Более того, регулятор, я сейчас говорю непосредственно о Мездраве, он даже не владеет информацией о количестве онкологических учреждений в регионах, которые бы удовлетворяли критериям нового приказа. А критерии очень жесткие. Это не менее 115 онкологических коек. Это определенные подразделения. Там куча именно тяжелых технических критериев, которым многие не соответствуют, притом даже городские учреждения не соответствуют новым критериям. Но Минздрав не владеет этой информацией, потому что на запрос ФАСа, Федеральной антимонопольной службы, Минздрав ответил абсолютно уклончиво, привел общий перечень, общий перечень онкологических учреждений, которые присутствуют в регионах Российской Федерации. Притом данный перечень на самом деле не отражает действительности. Где-то Минздрав указывает там, ноль или один онкодиспансер, хотя по факту они есть. То есть Минздрав даже не знает, какое количество онкологических учреждений находится на территории Российской Федерации. Я уже не говорю о том, сколько учреждений удовлетворяет либо не удовлетворяет новым критериям. Мы сейчас, как фонд «Вместе против рака», мы направили запросы в разные регионы Российской Федерации, и мы получаем от регионов информацию такую широкую, с разбледовкой по конкретным и подразделениям, и онкологическим койкам, потому что регулятор, принимая такие приказы, я к чему говорю, самое главное, это что регулятор, принимая такие приказы, не владеет информацией даже о том, сколько учреждений в регионах смогут оказывать помощь в рамках новых водных. Это просто вообще, это что? Диву даешься, до чего они довели нашу страну и во что они превратили социальные институты, которым важнейшим, из которых относится система здравоохранения. Я много езжу по стране и вижу, какие больницы находятся, не то что в районах там, а вот даже в областных центрах, и, конечно, врачи, честь им и хвала, стараются помогать людям. Тут, как говорится, мы будем откровенны тоже и скажем спасибо огромное работникам здравоохранения, но нагрузка, которая вследствие оптимизации падает на врачей, когда увеличивается количество больных, когда ухудшается, собственно говоря, возможность диагностики квалифицированной, она эту помощь и усилия врачей превращает в ничто просто-напросто. Потому что когда на тебя, когда врач занимается условным лечением там пяти человек, то это одно, а когда на него пятьдесят человек падают, то это другое. И поэтому, конечно же, то, что вы рассказываете, это абсолютно ужасно, Полина. Как с этим бороться? Давайте, чтобы нас не обвинили просто в чистом критиканстве, какая система должна быть оптимальной для того, чтобы и онкобольные. Я так понимаю, такая же может быть система и в кардиологии тоже, вообще во всех отраслях таких важных вещах. Вот эта вот история с уколом этого мальчика, вот укол за миллионы рублей, вы, наверное, в курсе. Да, это же примерно такая же, как я понимаю, ситуация. Но таких ситуаций очень много, понимаете? Когда врачи, которые сидят на денежных потоках, какие-то начальники, защищают свои интересы и продвигают как бы то, на чем они зарабатывают фактически, а не в целом помощь больным. Ну, я бы разделила данный вопрос на две части. Во-первых, ну, справедливости ради, стоит сказать о том, что, наверное, государство не может и не должно нести полностью бремя финансирования всей медицинской помощи. И ни в одной развитой стране такого нету, но там действует дифференцированная полноценная система страхования. В Российской Федерации ее нету. Поэтому пока государство не будет называть вещи своими именами и пока власть постулирует бесплатное оказание медицинской помощи, которое фактически они обеспечить не могут. Вот эти все вещи и будут происходить. То же самое с мальчиком со СМА и с иными областями финансирования. Потому что государство действительно задыхается и финансирование уходит в огромном объеме. Но тогда нужно для того, чтобы все встало на свои места, нужно вводить полноценную систему страхования. Но и возвращаясь к вашему вопросу, что делать, я хочу сказать, что кроме системы страхования должен быть полноценный диалог между регулятором и профессиональным сообществом. Мы столкнулись с тем, что вот как фонд поддержки противораковых организаций, мы поддерживаем противораковые организации. Мы, по сути, являемся не более чем модераторами. Мы озвучиваем то, что поступает к нам от профессионального сообщества. Но диалога с регулятором нет. Он от него уклоняется и максимально его избегает. Видимо, в отсутствии полноценных аргументов. На протяжении года мы сталкиваемся с тем, что МИЗДРАФ снимает с наших мероприятий врачей для того, чтобы они не участвовали, для того, чтобы они не могли высказать открыто свою позицию. Хотя мы говорим всего лишь о профессиональной составляющей. Мы не говорим о политических вопросах. Мы не говорим о том, о чем там, может быть, говорить нельзя. Врачи на наших мероприятиях пытаются высказаться всего лишь о профессиональной своей составляющей. И высказать регулятору какие-то свои вещи, предположения о том, что приказы, которые принимает регулятор, не имея диалога с профессиональным сообществом, некоторые эти приказы могут оказаться несостоятельными. К чему они могут привести? Но диалога нет. И более того, профессиональное сообщество в настоящее время, оно представлено, по сути, главными внештатными специалистами МИЗДРАФа. Но кто это? Это те же самые чиновники. То есть для МИЗДРАФ они являются глазом профессионального сообщества, хотя это чиновники. И в декабре этого года мы были просто удивлены максимально, когда главный онколог Каприн, я о нем сегодня уже говорила, высказал на своей пресс-конференции, сказал открыто всем, и пациентам, и профессиональному сообществу, высказываясь о данном приказе, что не нужно слушать, не нужно прислушиваться к дискуссии специалистов, и что это всего лишь просто щебетание. Щебетание, щебетание, к щебетанию прислушиваться не надо, и к дискуссии специалистов. То есть фактически главный внештатный онколог России сказал о том, что Голикова, вице-премьера, в настоящее время, которая была максимально озабочена данным приказом, и спустила вниз, вернула регулятору данный приказ с поручением его доработать, главный внештатный онколог называет это щебетанием. То есть то, что происходит, это выходит за рамки каких-то абсолютно нормальных норм вежливости и субординации к органам власти. Данный приказ был в силу. Тут даже дело не в органах власти, дело и в субординации к больным, потому что главными здесь начальниками должны быть те люди, которые борются за жизнь, именно когда речь идет об онкологии, так надо ставить вопрос. Те люди, которые спасают свое здоровье. Полина, я думаю, что этот разговор очень важный, он как бы выведет из тени эту проблему, то, что мы видим, мы видим, что она, к сожалению, блокируется у нас в медийном пространстве. Огромное вам спасибо за то, что вы нам рассказали об этой проблеме, и хочу сказать, дорогие друзья, что эта тема здравоохранения, борьба с онкозаболеваниями, кардиологическая проблема, и пьета сосудистая, и все такое прочее, это касается каждой семьи. Сейчас. Да, поэтому, собственно говоря, продвигайте это видео, распространяйте его, и давайте вместе бороться как с онкозаболеваниями, с раком, так и с бесчувствием, жадностью и корыстью чиновников, которые превратили здравоохранение в собственную кормушку. Это были Полина Габай и Максим Шевченко. До свидания, друзья. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok